Отлично, всё работает. Которые я очень хотел бы посмотреть. Поэтому начнём сразу. Начнём с реплеев Кузьмича. Он играл... Он играл вчера, он играл против Артмани, и они сыграли БО-5. Все пять игр были использованы. Давайте смотреть. Кузьмич сейчас в глубоком серебре, на самом деле он играет в Мастер Лиге. Поэтому, собственно, играет с Артмани, который играет в Платине. Я мало знаю про Артмани, если честно. Но много знаю про Кузьмича. Итак, у нас ТВЗ. Кузьмич сверху, Желтенький Тиран, Зерк снизу. Ну и давайте смотреть, что предложат нам игроки. Все чатики я буду читать после игр. Если у кого-то будут какие-то вопросы. Если кто-то хочет сейчас из ВТВ играющих поиграть со стримом, пожалуйста, пишите мне или в чатик Батлнета, или в один из чатиков, где идёт трансляция. Я постараюсь вас застримить. Тем временем, Кузьмич ставит застроечку, что логично против Зерка. Зерк собирается играть во что? Ну, либо будет 14-й пул, либо будет 15-я хата, скорее всего. Тут вряд ли нас побалуют опенерами. Что-то мне подсказывает. Так, а вот дрончик, побежавший на разведочку, экстрадрончик, это довольно интересный вариант. Уж не будет ли какой-нибудь бесячий проксихатый тут? Барак тем временем. И будет ли газ? Да, будет газ, соответственно, это будет, скорее всего, рипер. Ничего другого я не жду. И дрончик, похоже, поехал ставить хату. А этот паренёк поедет по шифтам на разведочку. Да, тут никаких неожиданностей. Ну, увидит он то, что тут будет рипер. Я не думаю, что удивится. Да, 14-я хата поставлена, даже это была, наверное, 15-я хата. И теперь мы ждём пул или фаст 3-я. Ну, скорее всего, всё-таки пул, а потом уже может быть 3-я. Как иначе. Морф, ЦЦ-шка. И заказывается рипер. Ну, застроечка сразу. Не знаю, с чем связан такой вариант, что что-то отнобазовое мы увидим от Кузьмича. Довольно странно. Ну, может быть. Пул на месте, газ на месте. Всё в порядке. Кузьмич любитель био-игры. Ну, то есть он даже не любитель игры, он давно профессионал био-игры. Насколько можно стать профессионалом, выходя... А, кстати, Кузьмич не был же в мастер-религии. Кузьмич — это алмаз. Алмаз, алмаз, алмаз. Точно, алмаз. В воле алмаз и в ход все, кажется, алмаз, когда был в активе. Так-так-так. Так-так-так. Ну, значит, с мастером я погорячился. Бывает. Я думаю, вы мне простите эту неловкость. ЦЦ их-таки ставится. Две квины заказан у Артмани. Так что, рипер, я думаю, что здесь ничего не нахарасит. Хотя, конечно, посмотреть за это. Ах, а ну вот этот дрончик, конечно. Если не превратиться во что-нибудь типа плётки, то, конечно, умрёт. Ой, и следующий тоже может умереть. Нет, следующий сконтролился. Ага, второй превратился в газ. Псы выбегают. Ну, и всё, в общем-то. Наверное, потому что тут уже квина на подходе. Вот, она подошла. Всё, риперу пора бежать. В фэкторе, ну, и гелеонов ждём, наверное. С запозданием заказываются морпехи. Судя по ресурсам с приличным. Ну, и барат ЦЦЦЦ играет. Кузьми, бункера нет. Сейчас вот эти вот шесть собак, конечно, постучатся в двери. Бункер, скорее всего, отменят. Ну, то есть без вариантов отменят. Так, так, так. Так, ну, и пока других зданий нету. Тартмани. Скорость лингом делается. Ага, ну, отменится бункер. Нет, не отменится. Ага, сконтроллил, сконтроллер Кузьмич. Пехота успела подойти. Ну, вот к СМ-кам-то можно было так далеко не бежать. Ну, всё, нормально. Бункер устоял. КСМ-ки немножечко покурили. Собаки пока не возвращаются. Скорость сейчас доделается. И тогда, наверное. И уже тогда. Тем временем, первые гелионы в заказе. Спорочка. Спорочка. От шальных дропов. В две КСМ-ки Кузьмич застраивается. Ну, это логично. Это тоже в какой-то мере стандарт. Гелионы выходят. Я не вижу ещё одного производящего здания у Кузьмича. И, по-моему, у него маловато газа. Ну, наверное, там будут барайки всё-таки, раз мы говорим о мехах. Ага, Рачи. Рачей выбирает Артманий. Ой, собачки сейчас... Собачки встретили гелионов очень в неудачный для себя момент, прямо скажем. Два Рачатника. Сейчас интересно. Значит, будет много грейдов на Рачей. Точнее, они таким образом попытаются ускориться. Кузьмич строит Саплай. Делает стимпак. Добавил две инженерки. Это значит, что всё-таки будет био. Третья ЦЦеха пока не бежит никуда ставится. Тем временем третья хата зерго поставилась. Кузьмич, они не знают ничего, но вот, наверное, сейчас съездят и посмотрят всё-таки. Всё-таки посмотрят. Заехать ему не удастся, потому что здесь гелионов ждут. Заехать не получится. Ну, тут на краешке постоять можно. Артмани пишут, что тупанул. Ну, наверное, всё-таки Рачатников многовато, да, Артмани? Это бывает. Овер висит, всё видят. Заказан Старпорт и ещё бараки. В общем, био у нас ждёт. Отменить хат не удастся. Гелионы могут потеряться запросто совершенно. Но уходят, 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 уходят. Артмани их не преследует. Да, я так понимаю... А, нет. Оба Рачатника стоят на месте, всё в порядке. И десять тараканов заказаны. Готовится пуш с тараканами. Я думаю, что это всё-таки будет пуш. И не менее того. Какой-нибудь ротчик Бэйна. Пушек. Ну, тут уже мины в рядочек стоят. Они ждут. Подобного развития событий. Мародёрчики. Выходят. Отбиваться. Так что Кузьмич, в принципе, готов. Давайте посмотрим, Кузьмич вообще что там видел. Видел он Рачатник? Нет, Рачатника не видел, но он явно что-то подозревает. Ага, Бэйлинги есть. Бэйлинги кучки тут стоят. Рачи есть. Всё это готовят. Бункер пустой. Ой-ой-ой. Пустой бункер это неприятная неожиданность, потому что убежали. Мины отлично отрабатывают, отчасти спасают эту неудачу с бункером. Но всё равно Рачей многовато. Они забегают, размениваются с мародёрами. Не сказать, что неудачно. Шесть штучек их выживает. Мародёр наоборот. И разменивается уже с рабочими. Мины сейчас перезаряются. Будет ещё один выстрел. Дотекание лингов. Линги забегут в эту дырку. Но скорее всего... Скорее всего... Погибнут на минах. Не все, к сожалению, для Кузьмича. Заворачиваются в бейлингов. В результате вот эти вот три пехотинца, четыре пехотинца. Они, конечно, должны зарешать. И потом распликаться, не забыть. Но урон по экономике такой нанесён. Приличный. 14 рабочих погибло. Отправил мясцо на смерть зерк. Ну и пока номинально, конечно, пуш провалил. Там очередная волна идёт забегать. Забегать на третью. Опять же придётся третью поднимать, скорее всего. Не очень внимательно. Артман не играет. Наверное, тут нужно было попилить всё-таки третью. А вдруг бы Кузьмич не стал бы подниматься. И Кузьмич готовит дроп. Тут несколько КСМа курят. Ну всё-всё, отступает. Не будет с продолжением никакого. Крип обильно тянется. Ох, обильно. Так, ну и заразители уже. Заразители готовятся. Появиться собачки. Готовятся забежать. В случае чего, если с неожиданной стороны. И выход, выход от Кузьмича. Марпехи-мародёры мины, наверное, пойдёт на третью. Но спалился. Спалился выход. И будут его принимать. Если он будет продолжать движение. Пока нету шпиля. Зерга. Это значит, что тяжеловато ему будет. Другое дело, что армия... Дропнуть бы это дело. Но всё, в медивайке, к сожалению, не влезет. 22 пса в заказе. И 36 пса в заказе. Очень много. Конечно. Заказ значительно. Значительно мощнее. Зерга. Ну как мины расплетелись хорошо. И сейчас ещё они отработают. Главное, чтобы пехот свою не покосали. Всё равно недостаточно. Пехоте тяжело приходится. Не спасли мины. Совершенно не зарешали. И вот эта волна сейчас, наверное, может оказаться... ...очень опасной для терна. Дозаказ идёт. Банк у Кузьмича огромен. Кузьмич, я не узнаю тебя. В гриме. 1700 минералов. Их же можно превратить в морпехов. Я точно знаю. Тут обнаружилась четвёртая. И там уже стоит пятая. Третья у Кузьмича не раскачана. А с чего вы ей быть раскачанным, когда столько рабочих потеряно? И натурал тоже не раскачан, кстати сказать. Ага. Да и мейн не раскачан. Да боже, женьки, боже. Вы посмотрите на это. Что там у соперника. У соперника, прямо скажем, тоже всё негладко. Потому что на натурале 11 рабочих. На третьей 9 рабочих. Прямо скажем... Прямо скажем, пушили, халявили. Халявили меньше, чем пушили. Поэтому вот тут бы дронов, кажется, заказать бы. Неплохо было бы. Но Зеркзанин другими вещами. Он понимает, что возможно... Возможно повторит... Своенобег Террена. И он собирается повторить. Делается грейд 2-2. Я думаю, что с грейдом 2-2 не раньше будет выходить Кузьмич. Ну, я жду уже какого-нибудь Т-3 здания всё-таки. Уже скоро можно будет его ожидать, я думаю. От Зерга. Сейчас вот... Хатка до Морфица. Грейды делаются. Кузьмич готовится отбивать третью. В случае чего. Но удивительно, он... Мало газов ставит. Хотя ему, наверное, они не нужны. Но вот бараков-то могло быть явно побольше. Явно побольше. И соплайблок ещё. Кузьмича 129-129 лимит. Да, первая игра... Явно даётся с трудом. Раскачка. Кузьмичу. Пытается забежать. Под неожиданным углом. Снизу на четвёртую. Все-таки временем готовит инфестров. Бороться с пехотой. Пехоты немного. И опять соплайблок Кузьмича. Да что же это такое? Что ты будешь делать и соплай? Там два заказаны, но они ещё не скоро достроятся. Выход на четвёртую. Мины опять-таки не разрешали. Грамотно разминированы. Сплит, прямо скажем, не божественный. В результате пехота сжирается в полном составе. Тут разводик, конечно. И вот разводик как раз-таки более успешен. Пятая хата слетает, но 4х3 всё равно не айс. Прямо скажем. Ага, отлично. Третья хата раскачана. В смысле, третья цеха натурал раскачана. Тут уже Кузьмич наладил экономику. Грейт 3-3 надо бы заказать будет. Пока не заказан. Один на атаку наземной техники и танк готовится. Надо же ж. Это вот неожиданный поворот событий. Тем временем очередное противостояние на нижней хате. Но тут, конечно... Тут, конечно, никакого толкового противостояния не получается. Никакого развода в этот раз Кузьмич не заготовил. И очередной раз проваливает атаку. При этом лимит его больше. Но это ненадолго понятно. Ультралы уже. Ультралы уже у артманий. Вот они красивые. С невеликими грейдами, прямо скажем. Но все равно ультралы. И тут, конечно, нужно добавлять мародеров, чтобы хоть как-то отбиваться. Медиваков мало, тяжело будет. Тяжело будет, потому что с таким количеством медиваков конечно отбиваться от ультралов будет крайне тяжело. Жрать они будут с большим удовольствием. Не пытается восстанавливать артманий свою хату. Зато он планирует выйти. И сейчас будет что-то напоминающее мне бейстрейд. Потому что Кузьмич всей своей практически армией спустится вниз. Танк не в раскладке, стоит как попало. Ну что это такое, а? Не узнаю Кузьмича. Он может лучше, я знаю точно. Ну и налом. И одновременно ставится хат и одновременно разменивается. Но вот разменивать натурал на какую-то мифическую четвертую это такая очень прохладная тема. Особенно в связи с тем, что бейлинги заворачиваются в приличном количестве и готовы уничтожить уже натурал. Что собственно и происходит, похоже. Пехота Кузьмича занимается сущей ерундой и убивает ничего не значащую спорку. А артмани уже врывается на мейн. И похоже это 1-0 все-таки. Не вижу причины для артмани проигрывать здесь. Натурал спилил возвращается. Логичное решение, потому что... Потому что Кузьмич врывается, врывается еще и на третью. Надо же, кто бы мог подумать, что хватит ресурсов. Ну вот тут ультральчики поспели. Начинается резня и кровопускание. И бейлинги вкатываются. Все. Третью удалось спилить. Ага, отлично, отлично, отлично. Это конечно плюс. Вот только денег у Кузьмича нету, а артмани хватит еще на 2 хаты. Запросто. Я думаю, он их очень быстро восстановит. Так, а эти мародеры что здесь хотят? Они тоже хотят что-то уничтожить, но пока... Пока не судьбец. Так, я поспешил, конечно, с тем, что 1-0 у нас. Поспешил. Признаю свою ошибку. Потеря. Впечатляют. Так, ну и еще один разводной дроп. Все армии бегает за этим дропом. Зерк. Довольно странно. Этот дроп, конечно, не зарешает. Ну да, и восстанавливаются хаты, восстанавливаются хаты, восстанавливаются цеха у Кузьмича. Но вот с рабами проблемки, конечно. Переводятся. Ага, все, становится более-менее ничего. Мута бы здесь, конечно, если бы сейчас появилась, она бы тут унизила бы совершенно неимоверно. Но свитча такого, наверное, не предвидится. Добавляются еще собаки. Они снова заворачиваются в бейлингов. Кузьмич тем временем выходят небольшие группы пехотинцев. Ну и большая группа пехотинцев в лоб. Отвлекает, 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 отвлекает из себя. Морпехи, армию зерга. Какой там, кстати, крейт у них уже? 3-3, 3-3, пехота 3-3. Это серьезно. Более чем серьезно. Ничего в заказе нету у зерга. Терен тут занимается уничтожением неосторожно гуляющих квинн и одновременно уничтожением неосторожно вставших хаты. Ждем бэтл. Ой, микозик отличный вошел от зерга. И ультралы, конечно, делают свое дело. Инфесты теренда выпрыгивают. GG пишет артмании. Ну, надо же, втащил Кузьмич такую качельно-валидольную игру, прямо скажем. 1-0. 1-0. И я на мгновение загляну в чатики. В чатиках приятная тишина, а это очень хорошо. А нет. А что со звуком не так было? Вроде бы и звук был. Нет, это первая игра. Кордик, привет. Я хочу посмотреть все от Кузьмича. Хочу посмотреть все от Элистрага. Ага. Ну все, спасибо. Спасибо. А то я тут болтаю. Болтаю, а оказывается зря. Но нет, не зря. Это приятно, конечно. Поэтому я... Ну да, тиран тиранов. Интересно же, я Элистрага хочу посмотреть в плане того, что там... 4 ТВП вообще-то. А ТВП это же тяжелый матчап сейчас. Мы же все об этом знаем. Ну а пока... Пока Артмании и Кузьмич. Игра номер 2. На Ионсу. На Ионсу. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что там серебряные? Кузьмичи покажут нам в этот раз. Каким будет макро... У нас на этой карте. Так-так-так-так-так-так-так-так. Ну, прямо скажем, Кузьмич отыграл не лучшим образом. Но, по-моему, Артмании... Артмании немножечко-немножечко все-таки... Накосячил с грейдами в предыдущей игре. Потому что ультрала 1-1 это все-таки, конечно, здорово. Но могли быть и лучше. В самом деле. При том, что ресурсов было прилично. Ну и банк Кузьмича, конечно, он такой. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, стыдно иметь такой банк. Ну, посмотрим. Ну, Кузьмич писал, что... Да. Не лучшие его игры. И не в лучшем форме находится. Но стремится совершенствоваться и становится лучше. Чего мы ему, в принципе, и желаем. Ну, также желаем успеха и удачи Артмании в его играх. Думаю, что у него тоже все получится. Тот же Рипер будет, скорее всего. Ну, не прямо тот же. Тот вроде как погиб. Какой-нибудь другой Рипер набил тот же. Опять-таки, четырнадцатая хата от Зерга. Ну и похоже на Рипер ЦЦ от Терана. Что, естественно, так же спалилось. Решается пробежаться Кузьмичкой СМкой. Ну, не знаю зачем, в чем глобальный смысл. Данного действия. ЦЦ заморфлен. Рипер заказан. Стенка закрыта. Не ставит быструю. Быструю ЦЦ у Кузьмич не ставит. Предпочитает сначала все-таки поставить стенку. Это более сейфово, чем просто воткнуть. Особенно в связи с тем, что Кузьмич, по-моему, не разведывал. Ну да, не разведывал. Поэтому там от какого-нибудь Н-ного пула эта стенка вроде как должна помогать. Ну и потом уже ЦЦ внизу. Рановато вывеска СМку, прям скажем. Ну ничего. Хм-хм-хм. Хм-хм. Ну ход Артмани с двумя врачатниками, я не понял. Ой, ой, рипер убежит, 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 убежал. Ну беги же, беги, дружище, беги, пожалуйста. Да вот. Ну как так? Ну, ой, ну. Ну, Никита. Ну, это же рипер. Он должен был спастись. Я тоже думал, что уйдет. Нет, не ушел. Ой, да. Ладно. Если один не сконтролил, значит сконтролил другой. Тем временем скорость лингов заказывается. Фэктори заказывается. Стандарт, видимо, от игроков. Бункер рочек, все нормально. Собаки снова к нему бегут. Так, судя по звуку выстрела, там еще один рипер. Не может того быть. Зато вот два морпеха вот в этот раз запоздали. Ага, они бы запоздали, конечно, если бы собаки прибежали. Но собаки не прибежали в этот раз. Так что морпехи будут заказаны, добегут, все будет нормально. В прошлый раз собаку артмани было 6, что является вроде как перебором на начало игры. В этот раз 4, но они не такие агрессивные, как предыдущие. Зелунаги хотят почистить. Да, второй рипер был в 2 рипера, играет Кузьмич. И вот тут этому-то парню шеф дает возможность реабилитироваться за предыдущего. Одну собачку отжимает. Еще одну, может быть, отожмет. По идее, должен бить всех четверых. Другое дело, что не законтролятся бы. Оп. Ну и Гелеон тут приезжает. Тут уже риперу подвиг не совершит. Двух собак он убил сам. Двух убили Гелеона. И поедут сейчас контролить карту. Больше четырех сотен ресурсов у Кузьмича. Причем, при том, что третий цех он уже поставил, говорит о том, что все-таки немножечко законтролился. Третья от Дерга довольно быстрая. Стенка из эволюшенов и двух квин. Тоже все довольно быстро. Все в порядке. Линги бегут. Два эволюшена ставятся. Рачатика в этот раз ни одного. Может, муту увидим в этот раз. Было бы интересно поглядеть, если честно. Потому что и Беллинг Неста я пока тоже не наблюдаю. Не наблюдаю же ж? Не наблюдаю. Что-то другое. Что-то другое выбирает Кузьмич. Тем временем гелионы пытаются заехать. Заезжают на третью. Выжигают двух рабов. И начинают героически терпеть. Сжигают собак. В удобной позиции. Тут можно всех собак сжечь за минеральной линией. И они сожгут их всех. Посмотрите. Отлично. Удалось. Удалось. Ну, тут уже можно сваливать, наверное. Тут уже Кузьмич не контролит. Убегают к вины. Так, убежал. Хорошо. Только вот мы с Кузьмичом, когда смотрели Таиджу против Лайфа, как раз говорили о том, что вот эти гелионы, они очень важные. Первые. Их нужно, конечно, хорошо держать в руках. Не отпускать от себя далеко. Газы качают у зерка тем временем. С этим полный порядок. Тут вот как раз переводится рабочий в самый ответственный момент. И я вангую муту. Все штыки таким. Утерна полный набор граидов. И один-один, и стимпак, и все сейчас закончится. И это будет выход, скорее всего. Сколько там мин уже? Ага. Так, так, так. Кузьмич ставит туреточки. Опять же, как будто что-то знает. Вот только с газом тут надо как-то немножечко порешать. Мин немного в этот раз. В прошлый раз был 4. А туреточка вот как раз с достатком. И соплей блок на месте. 65-65. Соплей блок. Ай-яй-яй. Стыдно, стыдно, стыдно. Плохо, плохо, плохо. Незадачка. Бывает. И Ленечкин и Зелонаги контролируют эту часть карты. Вы спросите, почему они не разделены пополам на двух Зелонагах. Я вам отвечу. Я не знаю. Думаю, что на такую мелочку Кузьмич просто не заморачивался. Заморачивался больше по билду. Тем временем, грейды от Зерга. Ой-ой-ой. Судя по тому, что ставится инфестарня, это скорее всего будет... Будут даже... Будет даже не мут, а вообще вовсе даже ультралы сразу. Тогда нужно делать грейды побыстрее. Хотя, может быть, какую-то пачку инфестаров мы и увидим. Ну, в общем, странно, что отказывается от... Странно, что отказывается от муталисков. Ага, Бейлинг Несс ставится такой поздний-поздний. Все-таки Линго Бейлинги кто будут? Вот, хотелось бы узнать. Кузьмич тратится, тратится, тратится на... Туреточки. Третья встала, но пока не качает. Нечем ей качать. Собачки сейчас... Встретят свою судьбу. Как это нередко бывает с собачками. Ну и проламывать пойдет, скорее всего. Артмани. Или проламывать, или отбивать выход. Но как такового выхода нет, я медиваков не вижу. Ага, еще нету. 12 минут вообще поздновато, конечно, для медиваков. Обычно они просто так пораньше случаются в нашей жизни. Ну, Кузьмич, ты занимался другими вещами. Много бункеров со всех сторон. Ну да, тут такая карта, что два выхода. Поэтому бункеров должно быть, соответственно, у каждого выхода какое-то количество. Тем временем, четвертая от Зерга и пятая от Зерга. Дип-макро. Не побоимся этого слова. С банком Кузьмич разобрался, с соплай-блоками Кузьмич не хочет разбираться. 113-113 и вот... Да. Бедли. Мина зазевалась, умерла. Так, дальше. Мины закопаются. Гриды 1-1 у Терана. 1-1 и у Собак. Собственно, все нормально. Ой, хорошо закапывается сейчас. Бейлинги забегают. Ой, с трех сторон сейчас эта пачка разберется. Неудачная позиция от Кузьмича. Чтобы еще медивайки не потерять. Ненароком. Ну и делается 2-2. Закопка мином. Инфестеры. Инфестеров видим в количестве. Ну да, и ультралиски. Собственно, все то же самое, что мы бы видели в первой игре, но возможно. Сейчас вот эти мины разрядятся. Нанесут некоторый ущерб, но... Невеликий. Дюро паскузьмича фейковый. Никого там не было. Третья закачала. Соплай блок висит до сих пор. Я просто рукой показываю. Сейчас я понимаю, что вы не видите. Вот 5 соплайов Кузьмич заказывает, 6 соплайов Кузьмич заказывает. Но это очень тяжелый момент, потому что... Пока Кузьмич заказывает соплай, его лимит не растет. А вот лимит артмани растет и очень даже хорошо. Как бы тут от этого не затерпеть. Что там с грейдом 2-2-то? Будет наземным юнитом или нет ближнего боя? Будет. Почти доделалось. Ну и грейд ультралиска. Мы 4 ультралиска в заказе. А, так-так-так-так-так-так. Стандартный разводик дропом. Не реагирует артмани. Эта хата не качала. В принципе, толком. И нет смысла. Можно ее разменять спокойно. В смысле отдать. А вот этот дроп надо как-то ловить, потому что тут уже... Тут уже хата более... Более нужная. Да, артмани реагирует как раз-таки. Возвращается. Тут еще ультрал выходит и палят всю тему. Весь план, так сказать. Странно, что артмани играет без муты, потому что дропы-то ловить ей очень даже хорошо. Без муты, без гидролисков. Ну ладно, зато огромный кулак, 170-170 лимита. Смотрите, Кузьмич выбрался из соплей блока и сразу 188 лимита. А ведь эти 188 лимита могли случиться с ним на 5 минут раньше. Ну, на 3. На 3-то точно. Бабам. Наблюдаем на лом. Не зарешали все вот эти деньги, которые ушли в туретки. Пытается... Пытается, пытается развести на мины. Кузьмич. Докайте, до мины. И умирают ультралы. Ультралы без грейдов, конечно. А, нет, 4-2 уже нормально с грейдами в этот раз. Все в порядке. Но все равно пока рассыпаются. Пока рассыпаются, нужно грейдить дальше. Еще додекание ультралов. Тут уже не такое страшное. Тем временем КСМ-ки тут погибли в каком-то количестве. И 3-3 заканчивается у Терана в Закаде. Опять констатируем то, что Кузьмич отбился. Единственное, что третья не качает. Мейн закончился. Натурал, если его не починить, сейчас взорвется к Дьяволу. И очень скоро. А тем временем еще одна драка. Вот с дотеканием будет тяжело сейчас сражаться. Кузьмич пытается, пытается развести артмани на верхней хате. Не получится, скорее всего. Хата отдаваться не хочет. Так и есть, не отдалась. И участка Кузьмича здорово меньше. Причем именно здорово меньше. Ну, в этот раз я, кажется, не ошибусь, если скажу, что зерк пришел уже убивать. Хотя, опять отдается на минах. Там, где мог бы не отдаваться, прямо скажем. Очередное собакийское дотекание, я думаю, что все-таки сделает свое дело. Даже несмотря на то, что ультралы бегут по минным полям. Последний героический мародер под хилом убивает все, что движется и что не движется. Но все-таки трехтретий мародер, он такой крепенький парень. Только денег нет совсем. А у зерка банк такой, что можно дотекать, дотекать, дотекать и дотечь, в конце концов. Мародер все живет. Сколько у него киллсов? 17 киллсов, 18 киллсов, капитан-мародер. Жалко, капитан-мародер, что твоя база погибнет, а ты вот тут, конечно, один героический наберешь. 20, наверное, киллсов все-таки наберет. Наберет, не наберет, наберет, не наберет. Набрал. Вот чертяк, и 21 наберет. Очко. GG пишет Кузьмич, и мы не увидим гибель этого мародера, значит, он останется живым. Шпиль поставился только сейчас. Окей, 1-1 в игре. Напоминаю, что ребята играли в БЛ-5. А я пока в чатике. Это не бухие, мужики, это морпехи. Их песни поют, они бегают тут вокруг меня. Так, что нам писали? Так, игры с мастером Аккорд разберет хорошо. Тем более с ТОСами. Раз уж я сегодня смотрю Теренов, то вот Аккорд по зергам большой специалист. Так, напоминаю, что если вы сегодня собираетесь что-то играть, не забудьте мне об этом сказать. Если вы собираетесь смотреть мои стримы, не забудьте подписаться на каналчик. И, наверное, самое время начать смотреть уже третью игру. Единственное, что я чекну, как там на Твиче стрим вообще он идёт куда-то. Надо же идёт. Не ожидал. Поехали. Третья игра. Третья игра на полярные ночи. Кузьмич против Артмани. 1-1. Первые две игры по билдам были абсолютно зеркальны. За исключением отсутствия грубых ошибок с лишними рачатниками. Ну и, в общем, я склонен думать, что зарешал огромный соплайблок Кузьмича. Который явно не в его пользу. Ну, совершенно был не в его пользу. Всё могло сложиться совсем иначе. Но сложилось так, как сложилось. 1-1 Артмани вырвал эту победу с корнем у Террано. И теперь мы смотрим... Смотрим игру номер три. Матч турнира ВТВ. Насколько я понимаю, это второй турнир по счёту. Кто бы мне напомнил, кто в первом победил, какая раса. Напомню, пока билды, турнир ВТВ, он проводится для того, чтобы... ...игроки разных рас посоревновались именно стенка на стенку между расами. То есть тут нет личного первенства. Тут убеждает одна конкретная раса. Игроки разбиты на несколько групп. Отдельно Мастер Лига. По-моему, отдельно Алмаз Платина. Нет. Мастер Лига и Алмаз. Платина и... ...золото, серебро и бронзу. Кажется так. Тут я могу, конечно, наврать. Ну вот, например, сейчас мы видим, что Серебряный Террен играет с Платиновым Зергом. Ну, на самом деле, конечно. Скилл Кузьмича выше Серебра, просто он в инактиве. Где ему, насколько я понимаю, довольно-таки неплохо. Ну, а по игре та же самая быстрая хата. Но не тот же самый Рипер ЦЦ. Надо же ж. То есть будет Барак ЦЦ, или может быть будет что-то однобазовое. Ну-ка, ну-ка. Но однобазовая не будет Кузьмич играть. Но не может. Ну, не тот он человек. Не его, это стиль. Так, будет играть просто Барак ЦЦ. Барак ЦЦ, без разведки. Всё в лучших традициях голливудских боевиков. Первый морпех, стеночка. Так, тут дальше морпех или КСМ-ка. Но я думаю, морпех будет всё-таки заказан. Нет, КСМ-очка. Так, КСМ-очка. И потом уже морпех. Ну, окей. Не догонит морпех дрона, к сожалению. Ну, и газы ставятся в парочку. Уж не задумал ли Кузьмич поиграть в мех? Вот это будет смех. Он может. А что у ультралов удивить? Мехом. Почему нет? Рампы тут нету. Проход довольно широкий. Надо как-то внимательно подойти к застройке термином. Посмотрим, как к ней подойдёт Кузьмич. Подойдёт ли он к ней. Пока занят пристройками, постановкой Фэктори. Тем временем что-то странное происходит у Артмании с газом. То есть, то ли он снял рабов с газа, то ли он так качает газ. Но, скорее всего, в сути по тому, сколько его тут собрано, он всё-таки качал нормально. Просто снял не до конца рабочих. Оставил одного. Четыре морпеха говорит нам о том, что... Косвенно говорит нам о том, что меха не будет. Ну, а точно говорит о том, что меха не будет. Ещё добавлены два барака. Куда морпехи побежали, я не знаю. Поискать... Поискать овера не найдут. Ну, тут Кузьмич, конечно, зря... Зря застраивается одним рабочим. Лучше бы, конечно, он это делал двумя. Было бы понадёжнее, на мой взгляд. Не могу сказать точно. Ну, двумя вроде как правильней. Ага, рачатничек стоит в этот раз. Рачи, значит, будут. Почти доделан. Второго не будет? Нет? Точно. Я должен быть уверен. Ну, и гелёночки. Стандартные гелёночки. Собачки в этот раз, по-моему, вообще не приходили. Ну, они придут, конечно. Овер убежал. А морпехи там где-то застряли. Где морпехи-то? Ага, вот они. Гуляли. Гуляли по базе. Находились в самоволке. Третья. Тартмани. Шесть рачей. Ага, и вот вторую часть застройки Кузьмич решается делать уже двумя КСМ-ками. Ну, в свете того, что заказ сейчас-то будет большой, и он опять в соплей блоке. То есть опять отставание по лимиту, опять соплей блок. Печаль моя светла по этому поводу. Гелёны никуда заезжать не собираются. Заметьте, в этот раз встали на две зелнаги. То есть Кузьмич, он так набирает обороты понемножечку. Понемножечку по капелюшечке. Короче, тем временем вылезают эти самые зелнаги за честь. Кузьмич это видит и отдаёт их. По крайней мере одну. Решает, что пора, наверное, съездить на третью. Обнаружи, что она есть. Может быть, кого-нибудь тут поджечь, случайно. Тем временем... Ой, многовато рачей-то. Это же не просто многовато рачей. Там ещё 30 собак. Там ещё Бейлинг Нест почти доделался. Почти доделался. Это будет пуш. Это будет пуш, друзья мои. Причём такой. Даже не парится на третью. На третью Артмани совершенно не парится. Вот сейчас он соберётся здесь и завернёт Бейлингов, пойдёт в атаку. Вопрос, спалится или нет? Может, и спалится. Кузьмич по шифтам отправляет своих парней. Да, вот он сейчас увидит толпу рачей и будет принимать какие-то меры. Уж не знаю, какие. Масса за ворот Бейлингов. Ох-ох-ох. Ох-ох-ох. Ох, а что у нас там наверху-то? Ну, не так плохо, только мину надо закопать. Щитов пока нет. Они сделаются нескоро и забег зато есть. Починочка, починочка, починочка бункера важна. Нет, не устоит бункер. Ох-ох-ох-ох-ох. Застройка срубается. Тот случай, когда не важно, когда бы она могла быть сделана, потому что она всё равно погибнет. Медиваков нету, и поэтому пехота тоже гибнет практически в полном составе. Врываются собаки. Вот медиваки только сейчас подлетели. Нет смысла пытаться убить эту цеху. Нужно наверх идти, потому что эту цеху всё равно поднимут. Дотекание должно быть очень большим. Тридцать, четыре собаки. Тут бы Кузьмичу танк не помешал, честное слово. А танка нет и не будет. Будет. Будет, 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 будет. Не разглядел я его танкистскую бронедушу, но она будет, танк встанет. И тут, конечно, не так просто будет собакам пробиться. Значит, зато врачи с бейлингами всё-таки постараются протащиться вперёд. Но все на танки отдадутся, к сожалению. Цех спаслась. Я пропустил этот момент, но цех спаслась, Кузьмич отбился. Всё-таки вот скилл отбивает такие штуки, он, конечно, не ржавеет. Можно стоять в соплай-блоке, можно продолбать всю застройку, можно сделать поздновато танк, но... Можно пропустить пуш рачами, всё это можно сделать. А Кузьмич его проморгал, ну реально проморгал. И всё равно отбился. И думая о том, что у Артмани сейчас точно ничего нет, а у него... Точно ничего нет. Кузьмич выходит в контратаку. Там 12 собак и мута будет в этот раз. Ага, вижу. Вижу шпиль вангую, что мута будет. Вот он масенький такой ставится, ещё не вырос. Третью спилит. Кузьмич сейчас должен спилить, но иначе быть не может просто. Отбился контратаку, но это золотое правило, тиран. Зерк, понятное дело, вложился в армию, экономики у него не осталось. Экономику нужно раскачивать и, естественно, нечем отбивать. Сколько же там жизни, то этого яйца. Собачка родилась. На зло людям. В данном случае не только на зло, но и на радость. Марапер пытается... В одно лицо уничтожить хату. Это ему не удаётся, но... Сам факт постановки, Кузьмич увидел, третью надо заморфить, не забыть. И сейчас будет, наверное, передроб какой-нибудь. Или не будет? Нет, не будет. Не будет, будет пытаться дальше нагнетать обстановку. Нужно только очень внимательно, чтобы танк хотя бы успел выстрелить. Хотя бы два раза успел, три раза успел, но неплохо, неплохо. Эх, не успел я посмотреть, не киллзи танка, ничего. Тем временем передроб, но там, наверное, испорка-то стоит. Одна стоит точно. Одна стоит точно. Кузьмич в соплей блоке, это понятно. В глубоком соплей блоке, и соплей не строится, он оперирует именно тем, что у него есть. Потому что, ну, юниты постоянно дохнут. Отлично раскидывает морпехов, отлично, отлично расплечены морпехи по базе. Собрать их будет обратно тяжеловато. Зато они дамага нанесут этим собакам очень много. Даже кого-то убьют. И передроб еще и... На четвертую, если стимпак вколоть, то ее можно убить. И, скорее всего, так и произойдет. Вот сейчас божественно от Кузьмича. Вот только мута, она вот не вовремя прилетела. Не вовремя. Ну, убей, 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 хата, убей, пожалуйста, убей. Убей, ну, выстрелили еще разочек. Ну, ну, так не бывает. Так не бывает. Бывает. На 17 хитах ушла мерзавка. Кузьмичу надо думать про антимут. Туретки ставятся. Кузьмичу нужно думать про соплей блок. Соплей не ставится. Убей. Да ешь уж. Танкер, заложи. Сейчас классно. Пытается восстановить третью зерк. Без третьей очень тяжело будет драться. И четвертую сразу же ставят. Кузьмич, реши, что с соплей блоком, пожалуйста. 89-89, но это уже не серьезно. Это действительно... Так и забронзоветь же ж можно. Что ты? Что ты делаешь с нами? А ты делаешь развод с нами. Развод такой шикарный. Бегут морпехи. Пивать четвертую хату. Правильно расставлена армия. Распличена пехота. Танки стоят. Танки можно было чуть-чуть подсплитить было. Кузьмич планирует их передвинуть, да, и... И очень не вовремя он это делает. Все сметающее на своем пути мута показывает, кто здесь сильнее. Но тем временем Кузьмич сметает еще одну хату и зерк опять на двух. А Кузьмич ставит третью, ставит ту реточку. Ту реточки одной мало. Тут нужно хотя бы три поставить, наверное, я не знаю. Это что же мы наблюдаем? Кончившийся мейн. Ах ты ж, ежик. И надо бы ЦЦ, наверное, отчинить. Отчинить, тем более мута пришла. Восстанавливается, восстанавливается зерк. Пытается восстановиться. Армии равные. Количество рабочих примерно равное. Мута без грейдов. Пехота 1-1. Мута прилетает, видит турец, турецку убивает. Довольно легкая задача. И тут сейчас накрошит еще оставшихся... Оставшихся КСМ-ок. Ну, невеликая, невеликая добыча, прямо скажем. Много хат. Много хат вижу я. Танки-марики. Разводы классика. Переведены были рабочие с натурала на третью. Многовато переведено. Ну, я могу сказать, что с большим удовольствием смотрю игры. Очередной выход от Кузьмича. Маловато мута, мне кажется, сделано. Не знаю, с чем это связано. Заворачиваются бейлинги. Выход. А, ну тут много мута-то не сделаешь. Денег-то немного регулярно бывает. Третья вот тут еще до сих пор не восстановилась, не поставилась. Танк от муты затерпит непременно. А потом муты затерпит от пехоты. Раскладывается, третий убивает, Кузьмич. Раскайтить, раскайтить, пожалуйста, раскайтить. Чуть больше сплита бы, а? Было бы еще круче. Но и такой нормальный. Такой в порядке. Достаточно, чтобы Артмани написал GG. GG. Ок. Так, чатик затих. Чатик затих. Значит, что мы будем смотреть? Четвертую игру. Четвертую игру сразу же. GG 2-1 ведет Кузьмич. Ну и нетрудно догадаться, что если игр 5, а это 4, то эту затащит Артмани и посмотрим, как это ему удаст на стартстейшне. На стартстейшне. Решил, конечно, изменить своему билду зерк. Возможно, это и сыграло с ним злую шутку. Ну и Кузьмич тоже. Кузьмич тоже изменил билд. Но отбился, конечно, красиво. От пуша. Просто отлично отбился. Я бы от такого отлетел бы. Там, конечно, с танком очень повезло с моментом, когда он вышел и рассложился. Вэл, вэл, вэл. Ну что, рипер ЦЦ или барак ЦЦ? Ну, барак ЦЦ, я думаю, коней на переправе не меняют. И думаю, неправильно. Все-таки будет рипер. Продолжение следует. Нечего пока особо комментировать. Все это мы уже видели в нескольких предыдущих играх. Интересно, начнется с появлением рипера, а рипер появится не прямо сейчас. Оп, застроечка успела. Да-да-да, дружище дрончик. Давай какую-нибудь прокси-хетчери сюда воткнем, будет весело. Нет? Жаль, нет. Так-так-так, дрон заблудился. Забыл, где ему нужно ставить хату. Ну, сейчас поставят. Все найдет, все будет в порядке. Побежал риперок. Ну, я думаю, какого-нибудь шильного дрона-то отормет. Может отжать. Ты можешь отжать шильного дрона? Головорез. Головорез сразу на мейн запрыгивает. Тут пока квины нету. А квины будет еще не скоро. Квина. Минус раз. Вот этого дрона мы и назовем шальным. И Квинч решает вернуть. А потом передумывает. Тут уже квина. Не передумывал бы, отжал бы еще одного дрона. Так уже все. Две квины, все такое. Фейк третьим временем. Ставится. Бункера я опять не наблюдаю. Это довольно странно. Так бы это не стоило. Два. А, два рипера. Два рипера. Два рипера, в принципе, могут справиться с квиной. С одной. Если хорошо контролить их. Но эти парни, видимо, не собираются ни с кем справляться. СТХ Кузьмич ставит. Красавчик. Все нормально. Бункер забыл. И это странно. Ага, вот сейчас он ставится. Поздновато, позновато, позновато. Ресурс позволяли поставить его раньше. Очень жаль, что это не произошло. Но в данном контексте это совершенно ничего не меняет. Просто потому, что этому бункеру сейчас ничего не угрожают. Риперы тут все контролируют. Вот этот вот дрон надо спилить. До того, как он хату поставит, да, не получилось. Ну, зато трех собак тут головорез на головорезе с большим удовольствием. С огромным удовольствием. Наблюдаем эволюшн. Ну, зря, Кузьмич, ты боишься этой квины. Она же... Она же картонная. Можно с ней справиться вдвоем, пока подмога не придет. Подмога приходит в виде гелионов. И тут с собакам сейчас будет вообще не сладко. Ну, третий отменить такими силами, конечно, невозможно. Так, естественно, не бывает. Добавляются бараки. Не морфится пока цецех. В два... В этот раз... В два медивак строится... В медивак, господи. В два раба строится стенка. По крайней мере, начинало строиться в двух рабов. И не достроилось. Надо же ж. Собаки забегают. Ух, пачкой. Вот сейчас они в эту недостроенную стенку-то вбегут. Оббежали, оббежали гелионов. Обманщики, обманщики. Ух, псы. Ух, псы. Сейчас что покажут нам, а? И там еще мейн открыт. Мулов-то почти свежих. Один-то точно свежий был. Сожрали. Забежать уже не удастся. А вот бункерок спилить удастся. Никто его чинить не станет. И три сопла спилить удастся. Их тоже никто за счет не станет. Тем временем... Тем временем Кузьмич заезжает. Но тут заезд такой. Ни о чем. Ни о чем заезд. Не знаю. Наверное, надо было прогрызаться наверх. Теперь же не прогрызешься. Мины ставятся. Цеха поднялась. Цеха поднялась. Доказать, что они не зря. Что хоть они не помогали отбиваться. Но зато они вот здесь справились. Бейлинг Нест ставится. И вот тут сейчас, если все это завернется... От танка-то вот в этот раз точно не будет. Будет тяжело. Будет тяжело. Но надежда вот на этих геленчиков. На эту миночку. И на еще одну миночку. Отлично перекопано! Да отлично перекопано! Ой, хорошо как. Проблема решена. Отчасти проблема решена. Теперь проблема восстановить экономику и вспомнить про саплай-блок. Вуху, Кузьмич. 49-49. И саплай не строится. Ну как же так-то, а? Не, ну кого я обманываю? Я так же вот вчера решил вспомнить, поиграть, как это бывает. И тоже сидел в саплай-блоках. Долго-долго. Долго-долго. Как первый раз вообще. Так стыдно было. Неужели улетит? Неужели улетит? Заморфицы улетит? Нет, нет, врешь, не уйдешь. До свидания. Так, ну я вижу, что будут снова ультралы. Никаких экспериментов с мутой, никаких экспериментов с врачами мы наблюдать не станем в этот раз. Кузьмича до сих пор нет медиваков, хотя деньги это позволяют. В заказе их нету. А, я знаю почему, потому что саплай-блок. И вот он снова опять. Па-да-да-да-дам. Ладно, я, пожалуй, больше не буду обращать внимание на кузьмичевский саплай-блок. Мы поймем, что это основной пункт данного противостояния. Как сделать из спокойной победы в 3-0 длительный матч? Да, очень просто. Не строите саплай. Все у вас получится. И вот, пожалуйста, выход без медиваков. На 12-30. Без медиваков. И без заказа этих медиваков. Ну сейчас они будут заказаны, сейчас саплай достроились, и сразу хоп-хоп-хоп, очередь. Мародеры, медиваки. Медивак. Один. Почему один-то? Why? Why only one? И тут какая-то совершенно бесславная смерть всей этой пачки. Разменом назвать данное действие у меня не поворачивается язык. Инфестеры уже есть. Собаки уже есть. Ждем ультралов. Больше медиваков не заказано. Как так-то? Грейт 2-2 заказано, медивак 1. А дропать? А, дропать нечего пока. Кул. Третья стоит, начинает более-менее качать. Сейчас, конечно, не до атак. Не до атак. Вон там медивачик летит, и то неполный. И то неполный. Два медивака у Кузьмича всего там. На заказе ни одного нету. И денег нету. Нет, деньги есть. Денег, кстати, прилично. Почему нет медиваков? Боже что мой. Странное что-то с заказом. Алло, на четвертую. Отбивается четвертая в этот раз. Не собирается совершенно. Вот, Микозик вошел, красавчик. Кровь, мясо, обломки медивака. Это мы называем дропом у тиранов. И еще один дропчик. Летит. Попытаться скосить пятую. Но тут у него больше шансов, особенно если в стимпатчится. Да, 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 да. И тем временем выход с другой стороны. Ну, в общем. Разводы! Продолжать разводы. Вот это, конечно, хороший ход. За минеральную линию в надежную позицию спиливать. Пока там... Зерк будет отвлекаться на то, что разменяется об мины. Ой, мины-то вошли... Большей частью в своих. И еще одна пачка съедена. Тем временем хата умерла. На следующий передрапывается Кузьмич. Но здесь успеха уже не будет. Плетка есть. Санка есть. Квина есть. Спорка есть. Все, есть. Прибежали. Наказали. Мины сейчас стреляются. Бэ-бэ. Бэ-бэ-бэ-бэ. Ну, норм так. Было норм. Потом перестало. Так, так, так. С другой стороны Кузьмич сбегает. Снова с миночкой. Ага. За четвертую тут все-таки произойдет нешуточное сражение. В местных масштабах, которое выигрывает зерк. Не пускает. Но другое забегание мы ждем. От Кузьмича нет. Забегает Кузьмич как бог. Просто вы посмотрите. Там, тут, везде он есть. Что плохо, что без медиваков. Ультралов в медиваке заказываются, ну, крайне вяло. Тут их, ну, вот уже четыре. Уже лучше. Уже лучше, но... Ну, а артмани еще лучше. Что там по грейдам? Два-два есть. Три-три в заказе. И шпиль ставится. Ага, все-таки ультралов. Ультралов будет пачка. И к ним еще добавится. Добавится как минимум мута. К вина нелепо умерла. Никто не пытался ее спасти. Хотя все произошло на глазах у основной армии. Как же мне эти ваши насекомые. Умрет дроп под инфестерами. Нет, не умрет. Ушел. Парочка мародеров тут прибежала. Постучаться в газилочку. Дроп прибежал. Постучаться за минеральную линию. Умер. Умер, умер. Ай-яй-яй. Ультралам-то не добежать. Фига он не умер. Тут еще собак придется разменять немного. Нормально так ребята спрятались. Бэм. Бэм. Но все-таки склевали. Страшная смерть, конечно. Закопавшись в слизь. 200 лимит. Ожидаю у зерга прямо сейчас. Ультралиски опять промах по грейдам. Не доделаны они. Мягко скажем, не доделаны. Планетарочка. Ну все, там нервы не выдерживают. У Кузьмича он ставит планетарку. Мало кого интересует. Хотя нет, альбом ультралиски сагрились. И это что-то похоже на провал. Да, вот тут Кузьмичу восстановиться не удалось совсем. Съелась планетарочка на четвертой. До заказа собак. Ну и дотекание этих самых собак. Че там грейды-то уже доделываются хоть как-то, хоть чего-то. Ня-а. Мало-мало тирана. Еще меньше медиваков у тирана. Марпичи куда-то побежали, наверное, что-то попытаться наказать. Но успеха они не достигнут. Даже с 3-3 хотя, ну, это будет больно. Быстро пытается Кузьмич установить третью. Но это так уже. Вагон караптеров, а не морфицев брудов. Давненько мы не видели этих парней. Сейчас увидим. Да-да-да, вот и дроп сейчас погибнет. Если все, что хотите. Кузьмич, я же не пытаюсь саживать пехоту. Ну, погибли и погибли. Умерла и умерла. Лимит x1.5. Ну, и все, бруды прилетели. Их вообще ничем контролить. Ни контрить, ни контролить. Ой, стало их еще больше. Опять шальной морпех тут пытается что-то сделать. Ну, а вот этот кулачок, конечно. Бруды, конечно, без караптеров, но тут ни одного викингаша нету. Просто нечем их уничтожать. Ну, и сейчас мы увидим Воловскую имбу. Во всей красе. Собственно, вот она. Нарезает, как в старые добрые времена. Ничего вы тут не сделаете. Просто нажмете Enter, два раза G и еще раз Enter. Окей, готовимся смотреть решающую игру. Привет всем, кто подключается. Привет всем, кто в чатиках. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Напоминаю, что мы смотрим репки с турнира ВТВ. Форуму StarCraft2. Наверное, все-таки. Ру. Сегодня смотрим Тиранов. Конкретно сейчас последняя, пятая игра матча была 5. Нам был шире. Кузьмич против Зерга. Артманий против Тирана. Ну, расставите сами, как они соответствуют друг другу. Так, после этой игры я, наверное, сделаю 5-минутный перерывчик. Скипячу себе чайку, потому что уже около часа я с вами общаюсь на отвлеченные темы. Так, ну что, я думаю, что мы немножечко, немножечко, немножечко позволим себе промотать вперед. Потому что мы увидим всю ту же самую застройку Кузьмича. Все тот же, скорее всего, репер ЦЦ. Нет, барак ЦЦ там будет. Окай. Где-то здесь можно и притормозить. На двух минутах. 14-я хата. Можно еще ускориться, мне кажется. Так, не наблюдаю пула. Вот только сейчас появляется пул. Ага. Нормально. Пуш будет, скорее всего, от зерга. Ну и барак ЦЦ сыграл Кузьмич. Все. Возвращаемся к нормальному просмотру. С бункером в этот раз Кузьмич не медлит. Все нормально. Медлит, кажется, с газом. А, он ставит сразу два, тогда нормально. Дождал 150 минералов и поставил два газа. Скорость лингом еще не делается, но вот сейчас она будет заказана. Сто газа уже собрано. Да, есть. Кузьмич на пороге очередного саплай-блока. Ай-яй-яй, собака догонит, не догонит, скорость доделается, не доделается, не доделается. Конечно же, и собака погибает, спасается пробочка. Спасается рабочий. Странные какие-то вещи за заказом у зерга происходят. Наверное, все-таки третью он ставит, да. Готовит деньги на третью хату, быстрая третья ставит. Халявка. Халявка. Био-тиран Кузьмич продолжает свои био-темы. По-моему, должен быть еще один барак. Нет? Да, вот. Нет, это не он. Просто перелетающий. Барак из застройки. Значит, три будет. Тем временем, зерк ставит эволюшн, как обычно, в стенку. Ну и, как я понимаю, не планируется. Не планируется пока никакой агрессии. Планируются все те же темы, которые мы уже видели. То есть, выход в ультралов. Ну и Геллиона Кузьмича. Перекачан, перекачан мейн. Нужно переставить ролепоинты. Пробежался Кузьмич по зелнагам. Третью нашел. Об отмене пока речь, естественно, не идет. Будет опять, наверное, морпехи с минами. А вот с собаком. С собаком проблем доставит. Ух ты, ух ты, бункеров-то сколько, вы посмотрите. Решил перестраховаться. Сыграть более, чем сейфово. Ну окей. Собачки бегут, но тут они, конечно, не более, чем до зелнаг. Просто пробежаться, посмотреть, может почистить. Поконтролить карту. Мейн и натурал качают у зерга. Третья качает наполовину. Терна пока третьей нету и не заказана. То есть, если в первых двух играх мы наблюдали барак, ц-ц-ц-ц, то сейчас будет двухбадовый пуш какой-то. Ну вы спросите меня, какой, я вам отвечу. Это будут морпехи, мародеры, мины, мины, мины и медиваки. В общем, много букв М и мины. Квадра М. В этот раз с оплайми, вы посмотрите, Кузьмич успевает. Вот бы еще щиты в заказ поставить, или они уже сделаны. Ну-ка, ну-ка, пехотинец, стой. Нету щита у пехотинца. Щиты, Кузьмич, нам нужны щиты. Парням нужны щиты, они дольше проживут. Ага, отменены. Отменены бараки. Бараки. Бункера. Ну и вот еще, я думаю, два вот этих медивака достроится. И Кузьмич пойдет... Нет, он пойдет раньше, он пойдет с первыми, между двумя медиваками, сразу на третью. К сожалению, ему придется пробежать через Зелнагу, но Гелеона отправляются, и они Зелнагу зачистят раньше, чем собаки на Зелнаге увидят. Нет, не зачистят. Не зачистят. И надо Зергу реагировать, но у него армии мало. Там 28 собак в заказе, что может завернуться в Беллингов, заворачивается. Неожиданный удар от Кузьмича. Четвертая сразу отменяется, нужно дальше идти обязательно. Нужно идти дальше. Нужно очень внимательно сейчас с минами. Вот эти первые две сразу закопать здесь, да, вот где-нибудь тут, ага. Хорошо, 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 более чем хорошо. И сейчас скатить, да-да-да-да-да-да-да. Уменьшить поголовье собак. Вот сейчас со сплитом был порядок. Вот тогда я говорил, что сплит не очень... А вот сейчас классный просто классный. Ещё разок нужно это сделать. Отлично. Пехоты уходят. Остаются только мародёры. И принимают на себя удар. Зергу, похоже, нужно прощаться с третьей базой. Нет, ещё нет. Да, наверное, пока нет. Там дотекание бежит, дотекание приличное. Я прямо отсюда вижу. И в отличной позиции находились пехотинцы. Они отлично справились с задачей. Ждёт Кузьмич дотекание, а там в дотекании два танка. Щитов-то нету до сих пор. Да что же это такое-то за фейл за фейлом? Огромный, огромный, огромный банк. Ну, сделай ты щиты парням. Щитов-то такая глушь, что медивайки очень вовремя прилетают. Бейлинги сейчас вкатятся. Бейлинги вкатились правильно, мимо мародёра. Тут всё очень чётко. Всё нормально. Всё же, как же легко критиковать чешие игры. Можно там 15 раз сказать, что человек щиты не заказал, соплай-блоки посидел, но в этот раз соплай-блока не было. Вот со щитами вышел косяк. Тем временем третья отменена. Вот этой пачке тоже тяжело пришлось. Танки раздали отлично. Танки, кстати, вот тоже распличены в этот раз. Не в куче стоят, не ждут, что их вместе окружат, а распличены. Пока одного окружает, другой стреляет. Вот тут до этого не доходит. И дроп, смотрите-ка, дроплет. Отлично. Развод от Кузьмича сейчас зайдёт. Ух, красота. Танки спасаются. Танки спасаются. Половина дропа летит на четвёртую, половина на мейн. Сладкое место, где развешаны оверы. Но самое сладкое, это, конечно, Квина. Тут нужно спасаться. Четвёртый умрёт. Там ещё один дроп летит. Ух ты ж, ёжик. Тут всё вообще в порядке. Только нужно очень... Очень важно его сконтролить. Голые танки не нужно оставлять, мне кажется. Пытается, пытается забежать. С собаками и бейлингами зерк. Нарывается на один залп танков. Бегает. Отменяет масс бараки здесь, скорее всего. Ну, по крайней мере, часть бараков отменит. Нет, 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 нет. Тут по всему Кузьмич был готов вовремя закрывать соплай. Закрывает соплай. Ну, не все, но этого хватило. Этого хватило. Ещё одна пачка бежит. Кузьмич тем временем тут долбит танками по макархате. Ещё залп танка, ещё залп танка. И бункер работает, ещё залп танка. Закрыть здесь соплайку нужно будет. Отбиты собаки. Тут попытка справиться с этими танками морпехами. Морпехи тут ещё и расплитились. Танков добавилось. Ой, тяжело, тяжело зерку. Да, ну не дал, не дал Кузьмич в пятой игре выйти в ультралов. Просто, просто с двух баз пропушил. Очень жёстко. Очень жёстко это сделал. Сломал всё, и экономику, и армию убил. И всё. Вот это вот Кузьмич, которого я привык видеть, прямо скажем. Наблюдаем интеллектуальный Старкрафт на основе информации из предыдущих четырёх игр. Кузьмич сделал правильные выводы. Пушнул выиграл. Да. Ну, Артман не излишне категоричен. К себе излишне категоричен. Просто он хотел халявить, а тут зерг не смог. Не смог прохалявить. Кузьмич тоже при деньгах. Пацаны при деньгах. Вы посмотрите, А4 тысячу Кузьмича. Три, две восемьсот, ну почти три у зерга. Три-два выигрывает Кузьмич. Отрадно для моего тиранского сердца. Красивая игра, особенно последняя. Мне очень понравилась, надеюсь, вам тоже.